Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и я охочусь на тебя, сезон 3 серия 5, мой ласковый снежный зверь. Итак... Итак, слезь с моей кофты. Ты потянула из-под него рукав, приподнявшись, Александр рукой задел сидящего рядом Сэма. Тот возмущенно зашипел, виртуозно балансируя закачавшейся кружкой с чаем. Итак, у нас ничего нет, вот что и так. Это не повод заводиться, мы только начали расследование. Рэйчел буркнула, выглядывая горные вершины в темном окне. Я не завожусь, просто мне не по себе от всего происходящего, неуютно как-то. Если даже наша штатная оптимистка приуныла, дело дрянь. Рэйч, Сэм прав, мы еще столько не сделали. Надо поговорить с этим Хисао и с Монакой, и на лыжную базу заглянуть. Я знаю, не обращай внимания, мне просто неуютно. Это... Меня и беспокоит. Ты решила успокоить Рэйчел. Девушка оторвала взгляд от окна и мягко тебе улыбнулась. Я справлюсь, честно, но знать, что ты беспокоишься за меня, это всегда греет сердце. Твое внимание привлекшее листобертки. Зачем-то воровато оглянувшись на дверь, Александр развернул плитку и поделил шоколад на четыре части. Называйте меня профессор Люпин. Странно. До сих пор я считал, что ты тут единственный дементор. Ты радостно запихнула половину своей порции в рот и блаженно зажмурилась. Знаете что? Я устала и предлагаю отвлечься от дел. Мы же приехали отдохнуть? Давайте оценим их игровую зону. В буклете было написано, что тут есть. Ой, да, я хочу. Ты подмигнула ей, догрызая свой шоколад. Сейчас схожу к администратору, спрошу, как туда пройти. Заодно спроси насчет Монаки, хорошо? Ты согласно закивала, бросая алчный взгляд на ополовиненную порцию Александра. Тот тяжело вздохнул и потолкнул кусочек в твою сторону, мол, все для тебя, любим. Ой, это очень мило. Засмеявшись, ты наклонилась и чмокнула его в нос, но шоколад не тронула. Мой самый щедрый мужчина. Все, я ушла. В коридорах Рюкана было пусто и неуютно. Как будто мы тут одни живем. В снегу, далеко от цивилизации. Брррр. У стойки администратора никого не было. Ты замерла в нерешительности. Снаружи тоскливо заплакал ветер, постучался в стекло, требуя твоего внимания. Повернув голову, ты едва не заорала от ужаса. Ты могла поклясться, что секунду назад его тут не было. Бесстрастная маска смотрела прямо на тебя. Мэм, нужна помощь. Какой у вас хороший английский. Спасибо, мэм. Так чем я могу помочь? В его голосе не было улыбки. Ты вдруг вообразила свое тело в луже крови на полу. Трепетная идиотка, отключи это глупое воображение. Я хотела узнать, где могу найти Монако. Маска качнулась, и в этом жесте тебе почудилось удивление. Позвольте, я позову администратора. Он точно сумеет вам помочь. Мягко перебирая ногами, портье исчез в глубинах коридора. Ты прислушалась, но различила только скорбное всхлипывание ветра. Йома появился через несколько минут, натянув улыбку, как очередную маску. Бесконечно прошу извинить меня за отсутствие, мисс Харрис. Что я могу для вас делать? Хотела спросить, где я могу найти несколько вещей. Во-первых, игровую зону, а во-вторых, девушку Монако из ПА-зоны. Игровую зону вы найдете за рестораном, на стыке с незаконченным корпусом позади отеля. Что касается Монако, это ведь для допроса, да? Он зыркнул на тебя с некоторой подозрительностью и усталостью. Я напишу вам ее адрес. Сейчас она дома, в деревне. Пока администратор старательно выводил адрес сначала на английском, а потом на японском, ты небрежно бросила. У вашего портье прекрасный английский. Благодарю. Отчасти поэтому он и был принят на работу. Трудолюбивый парень. А как его зовут? Маркус Уоррен. Да, это так произносится. Вот ваш адрес. Что-нибудь еще? Это все, спасибо. Странно, у портье такое чисто английское имя и фамилия. Поднимаясь обратно в комнату, ты нетерпеливо вытряхнула из головы все лишние мысли. В конце концов, не могу я отдохнуть один вечер. Проснувшись, ты какое-то время молча пялилась в потолок. Голова гудела и пульсировала. Воздуха было мало. Твердая даже во сне, тело Александра ревниво вжало тебя в стенку. Ты приподняла голову. На соседнем футоне Рэйчел и Сэм вели сонную войну за одеяло. Так, мы что, все спим рядом? Как это? Сухим голосом ты тихонечко простонала. Ох, вы чего здесь? Вот-вот. Напрямую на твой зов никто не отреагировал, но полумертвые тела зашевелились. Минут через пятнадцать все вы приняли более-менее вертикальное положение и начали вспоминать. По всему выходило, что время выправили отлично, даже слишком. Что вчера было? Я помню Дэнс Баттл, потом кто-то принес вино, и мы играли во что-то. Понятно, значит, то, как ребята отдыхали, мы не узнаем. Мы будем только вести расследование, жалко. Открыв окно и захватив снега, Александр приложил его к колбу. Все настолько плохо, Саша. Я помню, что мы спорили о домике на горе. Что за домик? Понятия не имею. Приходив в домик на горе, я расскажу тебе сказку о лисичке. Игра такая. Ох, я это помню. Тогда еще Ева с Элли заглянули. Да, и Ева рассказала лучшую историю и увела твою бутылку. А ты пыталась вызвать ее на рэп-баттл, но не смогла выговорить рэп-баттл. Ты упала лицом в подушку и простонала что-то жалобное. Сэм, который выглядел бодрее всех, скептически оглядел поле боя и протянул. Похмелье похмельем, а мы утром собирались на лыжную базу. Лучше убейте меня. Ну это, мягко говоря, опасненько. С таким похмельем на опасное место лезть? Ребят, вы чего? После непродолжительной борьбы, твои друзья за руки потащили тебя пить кофе. Ты старательно обвисала, чтобы никто, не дай боги, не подумал, что ты в состоянии передвигаться самостоятельно. Такси выплюнуло. Я себе представила, едешь ты такой в такси, а потом такой, как кнопка сброса. И полетели. Такси выплюнуло вас неподалеку от симпатичного деревянного здания. Здесь никому деньги не нужны, что ли? Он ехал к нам полтора часа. Ты к тому времени успела остыть, в том числе благодаря холодной погоде, а потому просто пожалу плечами. За стойкой стояли ряды лыж, сноубордов и... Добро пожаловать на базу. Я Кейн. Чем могу помочь? Ух, ху-ху-ху-ху. Какое неожиданное лицо. Кейн улыбнулся, уловив сомнение в твоем взгляде. Да-да, все удивляются. Но это такой маркетинговый ход, знаете ли. Иностранцам приятно видеть тут обычного американца, а для японцев я любопытная диковинка. Уже пять лет катаюсь сюда зимой из Майами. Прибыльное дело. Ты чуть смутилась и быстро спрятала удивление. Нельзя, чтобы каждый встречный поперечный мог прочитать мои мысли. Здравствуйте, Кейн. У нас к вам несколько вопросов, если не возражаете. Мужчина сложил мускулистые руки на стойке и азартно улыбнулся. Как я могу возражать, когда этого просит такая кахуна? Я... Ух ты. На самом деле гремлин. Просто умею стоять на доке с независимым видом. На доке? В общем, они о чем-то о своем там переговорили, они там поняли. Из-за твоей спины сочилось недоумение. Всем телом ты чувствовала вопросительный настрой своих спутников. Кейн широко улыбнулся, продвигаясь к тебе еще ближе. Кейн готов выдать тебе лучшую доску. Опа. Наконец, есть кому вручить нормальную доску. Я сразу понял, что ты не промах. Рэйчел сзади издала звук недоумения. Ты склонилась к ней и зашептала. Кахуна, уважаемый человек. Гремлин, новичок на серфе. Так, получается, там была просто опечатка на доске, а не на доке. Так ты умеешь серфить? Нахваталась сленга от парней из Калифорнии. Но пару раз на доске стояла, конечно. Так что, Кейн, можно мы зададим пару вопросов? Конечно, я весь внимание, спрашивайте. Мы хотели узнать, не заходили ли к вам вот эти ребята. Ты по очереди показала ему фотографии Евы и Элли. Кейн подумал какое-то время, потом покачал головой. Вы уверены? Да, этих я бы точно не пропустил. Девчонка, огонь. Может, их принял кто-то вместо вас? Последнюю неделю я здесь один, только если они приехали раньше. Нет, они тут всего несколько дней. Серьезно, их тут не было? Вот это поворот. Ты убрала телефон, кину взгляд на мужчин. Те хмурились. Ладно, тогда другой вопрос насчет лавины. Эта лавина испортила мне процент от продаж. Дня три до нас даже из города не добраться. А никто не поднимался туда посмотреть, как дела? Так некому, я сейчас один. Спасатели должны смотреть. С ними рабочие будут, чтобы вышку поднять. А это вообще нормально, что она сошла в этом месте и в такое время? Кейн заколебался и принялся водить пальцем по стойке. И да, и нет. Снега в этом году было много, и температурных колебаний хватало. Волна пойти могла. Ну так и вышка крепкая, от лавины так просто не рухнет. Да и стоит она на ровном месте. А если бы кто-то спровоцировал лавину, это могли бы заметить? Не, с той стороны работает техника, там регулярно что-то бумкает. Да и чем там провоцировать? Бомбы что ли? Так куски останутся. А снегом не занесет? Я бы бомбу ставил у вышки. Там склон самый крутой. Лучше всего сработает. А у вышки следы обязательно останутся. Но туда сейчас не подняться. Основная дорога завалена снегом до половины. Вы переглянулись. Кейн, мы можем осмотреть вышку? Только если умеете ходить по горным тропам. А наверх есть тропа? Конечно. Топать до нее упарится, правда. Но я включу вам подъемник. Наверху пройдете еще метров 300, увидите тропку в лес. По ней до самой вершины. Только там опасно. Ничего, мы не из трусливых. А можно нам снаряжение? Вы из Рюка на Юкай? Ну, вам бесплатно тогда. Выслушав пожелания по снаряжению, Кейн ушел в глубину помещения. Через пару минут он вернулся с гладкой компактной доской. На этой девочке ты возьмешь любую волну, если не струсишь. Ты взяла предложенную доску с некоторым внутренним сомнением. Постараюсь. Эй, ты, может, и гремлин, но форма у тебя что надо. Не подведи меня давай. Ты только усмехнулась, увереннее прижимая доску к боку. Ты получила преимущество на склоне. Да ладно, я же раньше неплохо каталась. Быстро все вспомню. Содрав с вас неплохую сумму за включение подъемника, Кейн поднял руку в напутствие. Если летите не по трассе, следите за камнями, тут их много. Так, камнями. И не орите особо. Вчера был снегопад, мало ли, могло нападать на новую волну. Да, обнадеживающий Кейн. Вы покивали и вышли обратно в морозный день. Он ничего не говорил про эту тропу. Ты глянула вниз, на хищные копья ели и тоже поежилась. Ой, я наконец-то в этой шапке. Я предлагаю... Ну, тут один только выбор. Разойтись на пять шагов. Если кто-то продавит снег и упадет, он не заденет остальных. Рэйчел тихо заскулила от ужаса. Но мне кажется, Рэйчел точно брать с собой не стоило. Она и так... У нее настолько стресс накапливается, она напоминает Агату в первых сезонах. Ну реально, они что, не видят этого? И ты так спокойно об этом говоришь? Мы уже на полпути к вышке. Чего сейчас паниковать? Когда опасная тропа вывела вас на прямой склон, вы коллективно выдохнули. Глянув вниз по горе, Александр присвистнул. Да тут и правда было месиво. Видишь, как внизу деревья переломало по бокам? Угу. Там внизу снега навалило метров десять. Да уж, разгребать они это будут до следующего пришествия. Ты с неудовольствием поправила сползшую поясную сумочку с экстренным запасом. Пройдя десяток метров по склону, ты обернулась и нахмурилась. А мы потом найдем дорогу назад? Можешь ориентироваться по дереву. Видишь, кривое стоит. Ты присмотрелась к действительно кривой ели и хмыкнула. Ага, а еще по камню в форме обезьяны и по пушистому сугробу. Да просто по своим следам пойдем, в чем проблема? Ребята, смотрите, вон вышка. Далеко наверху из снега и правда торчало что-то изогнутое и металлическое. Аж туда топать? Ооо, почему мы не поехали на Бали? Там нет снега. Ага, сейчас поднимались бы на Амунг и горя не знали. С нашей кармой он прямо тогда и начал бы извергаться. Хе-хе-хе, это точно. Ты закатила глаза, проверила крепление сноуборда на спине и молча пошла наверх. Добравшись до торчащего из снега куска железа, ты рыхнула на спину. Александр, который вторую половину пути тащил твой сноуборд, молча приземлился рядом. Ты благодарно прижалась носом к его холодной куртке, а он погладил тебя по голове. В этих ботинках невозможно ходить. У меня голени болят. И вот что мы здесь найдем, а? Узнаем, когда найдем. Вот ты, например, замечаешь что-нибудь необычное? Ты запрокинула голову назад, рассматривая останки вышки с неудобного ракурса. Я вижу, что... У Александра шнурок развязался. Ну, я вижу, что вышка упала на бок. Ты продвигаешь расследование. А значит, ее снесла не лавина. Снег бы опрокинул ее верхушкой к подножию склона. Сэм согласно кивнул, наблюдая за идущим вверх Александром. Что ты там выглядываешь? Просто хочу посмотреть, нет ли каких-нибудь следов выше. После лавины двухдневного снегопада... Мужчина раздраженно отмахнулся, даже не останавливаясь. Ребята, а глядите, что я нашла! Кусок трубки? Разорванный. Это трубка? Это не просто трубка. Это разорванный с одного конца кусок тонкой водопроводной трубы. Мы с Алексом как-то сделали такую бомбу. Нам было по двенадцать, что ли. Нашли рецепт, не поверишь. В учебнике по химии. Взорвали в саду. Удивительно, как не подорвались на своем творении. Оно бахнуло раньше, чем догорел шнур. Рэйчел, трубка точно пустая. Ага. Для наглядности она потрусила разорванным концом трубы вниз к земле. Будьте осторожны. Черт его знает, какое там было взрывчатое вещество. Если какой-нибудь гексоген, то остатки могут и от пинка взорваться. Ты вдруг почувствовала, что медленно холодеешь от догнавшей мысли. Сэм, кто-то хотел запереть долину? Кто-то специально уронил эту вышку и устроил лавину, чтобы никто не мог уехать. Мужчина не смотрел на тебя. Он наблюдал за медленно поднимающимся Александром. Но ведь это не может быть связано со смертью Мусаши. Или может? Не знаю. У нас нет доказательств или версий, но... Но ведь это не мог сделать Хисао, а других подозреваемых пока нет. Нужно срочно сходить в участок и допросить Хисао. Александр! Александр! Да чтоб тебя! Нильсен! Александр развернулся, посмотрел на вас, потом снова вверх. Сэм жестами поторопил его вниз. Тот покачал головой. Жесты Сэма стали более эмоциональными и выразительными. Мы догадываемся, какой жест он ему показал. Александр пожал плечами и встал на сноуборд. Вниз он заскользил с непринужденностью профессионального спортсмена. Кто бы сомневался. Ты завистливо вздохнула, глядя на то, как красиво он рассыпает вокруг снежное крошево. Выудила из кармана телефон, присмотрелась, выбирая подходящий ракурс. Круто! Я с удовольствием сделаю такой снимок. Покажите нам Сашку на сноуборде. Вау! Крутой! Ну ты вообще крутой, Саня! На снежном склоне. Приставив ладонь к глазам, Рэйчел цукнула языком. Эта фотография украсит финальный экран главы. Но ведь красавец же, когда не мелят языком. То есть в основном во сне. Еще можно рот скотчем залепить. Какие вы классные друзья, скажу я вам. О, боги, Сэм! Ваши отношения дошли уже до того? Что? Детектив закатил глаза, опираясь на погнутую стойку вышки. Стойка жалобно заскрипела. Сэм ругнулся, теряя равновесие. Послышался глухой удар об снег. И взрыв! Взрыв? Ты присела на корточке, зажав руками уши. Гора звенела и как будто дрожала в холодном воздухе. Александр наверху остановился, с тревогой вглядываясь в поднятую снежную пыль. Ты помахала ему рукой, мол, все в порядке, и обернулась к Сэму. Какого черта? Ты в порядке? Тяжело дыша, мужчина молча показал на отвалившийся кусок вышки вонзившийся глубоко в снег. Фух, я так считаю вонзившийся, думаю, только бы не в Сэма. Бухнуло внутри. Заряд слабый, больше шума, чем эффекта. Но я чуть не... Испугался, признаю. Надо валить отсюда как можно скорее. Там под снегом могут быть еще куски бомбы. Наверху зашуршало и зазвенело. По твоей спине пробежался холодок. Подняв голову, ты увидела, как за спиной Александра расправляет крылья снежная мантия. Лавина? Сэм... Сэм Рэйч! Лавина! Чертова лавина! Офигеть, как круто сделали. Боже, как страшно. Большего не требовалось. Все схватили за доски. Ты принялась удорожно застегивать крепление на ботинке. Надеюсь, Сэм не преуменьшил достоинств этого борда. Крепко встав на снег, ты с ужасом глянула за спину, где набиралась силу снежная волна. Александр несся вниз, как подстреленный олень. Успокойся, Агата. Думай, как выбраться. Нужно двигаться... Вниз... Вниз по склону? Перенеся вес вперед, ты поехала вниз по склону, быстро набирая скорость. Сзади гудела и шуршала. Снег проглатывал метр за метром, настигая тебя слишком быстро. Земля ушла из-под ног, перестав быть надежной опорой. Словно злой водоворот, снег утянул тебя в свой бурлящий котел. Первые секунды слой снега перед глазами был голубым, потом фиолетовым, потом черным. Ты задохнулась в лавине. Вернись в прошлое и попытай удачу еще раз. Ах, начинается. На эту глубину солнечный свет не проникал. Воздух, впрочем, тоже. Так, думай. Давайте к обрыву. Лавина пойдет вниз, но вспомни обрыв. Обрыв был почти чистый. Значит, туда она не дойдет. Он гораздо ближе, чем подножие. Ты выбрала верную тактику поведения и выжила в начале лавины. Фух. Нам только нужно добраться до обрыва. Водушевленная своей мыслью, ты перенесла вес вперед и послушный борт заскользил вниз. Проехав совсем немного, ты резко затормозила, когда в голову тебе пришла мысль. Ребята, а они догадаются? Обернувшись, ты увидела, что Сэм и Рэйчел все еще стоят у вышки, пристегивая борды. Нужно сказать им, куда двигаться, и вернуться назад? Тогда надо отстегнуть борт. Я могу не успеть. Застряну под лавиной, и что тогда? Если я им помогу, успею ли спастись сама? Я помогу им. К обрыву! К обрыву! Шум лавины заглушал твои слова. Закусив губы, ты наклонилась креплением. Ты кожу ощущала, как время просачивается сквозь тебя, бесследно растворяясь в воздухе. Схватив борт за бочок, ты побежала вперед и через 10 метров скрикнула изо всех сил. К обрыву! Нужно ехать к обрыву! Лавины обходят то место! Понял. Он схватил Рэйчел за руку и дернул, давая ей стартовую скорость. Пролетая мимо, Александр зацепил Сэма рукой, и они, едва не рухнув вначале, быстро набрали скорость. К моменту, когда они подлетели ближе, ты уже снова пристегнулась к доске. Мужчины схватили тебя каждый со своей стороны и пихнули вперед, задав тебе темп. Ой. Обалдеть. Борт двигался бесшумно и быстро, поворачиваясь с такой легкостью, будто за счет силы мысли. И правда отличная доска. Кейн, возможно, она спасет мне жизнь. Камень вынырнул из снега с ловкостью притаившейся акулы. Ты взвизнула от ужаса. Так, Кейн предупреждал про камни. Наверное, надо будет как-то уворачиваться. Боже, как они круто прорисовали. Обалдеть. Камни. Кейн же говорил про камни на склоне. Как увернуться? Ой, спасибо большое, что не на время. В какую-то сторону. Или давайте попробуем подпрыгнуть. Ты напружинила ноги и прыгнула. И тут же начала падать, заваливаясь назад. Нет, нет, нет. Легкая и гибкая, доска скользнула по боку камня. Удар отдался тебе в ноги, ты поджала их. И каким-то чудом приземлилась на ноги. Доска Кейна спасла тебя, но больше так не рискуй. Вау, я выжила? Что? Почему? Я сейчас умру. Метров 10 ты пролетела без приключений, а потом за небольшим сходом вниз. Куда уворачиваться? Так они были вроде слева, давайте вправо. Благодаря доске ты проехала камни без последствий. Ты вильнула корпусом, разворачивая маневренную доску вправо. Легкая как бабочка, она вписалась ровно в проход между камнями. Проскочив узкий проход, ты обернулась назад. Лавина шуршала вниз с медленной прожорливой змеей. Твои друзья в этот момент один за другим проскочили мимо, все набирая скорость. Вау, смотрите, они и позы им переделали. Не отставай, обрыв уже совсем близко, там спасемся. Ты кивнула, и мысленно принялась хлестать доску по корме, как упрямого жеребца. Внезапно друзья впереди нырнули сильно влево, а ты осталась на прямой. Как поступить? Она левый прыжок. Отчаянно сжимая зубы, ты направила доску влево. Я прыгну, я прыгну, я смогу, ну же! Ты напружинила ноги, резко потянула колени к себе, и... Едва проехав дном по поверхности камня, доска вынесла тебя на чистый снег. Ой, елки! Кажется, ты потеряла контроль на несколько секунд. Твой торжествующий вопль разнесся над верхушками елей. Я прыгнула! Я сделала это! Боги, да, да! Ты выжила в ловине. Па-пока что! Типа не расслабляемся, ребята! Ты быстро оценила склон ниже и успокоенно выдохнула. Почти чистый. Значит, осталось найти обрыв. Где он? Путь логики. Был же какой-то ориентир. Александр обращал мое внимание. Ну? Ориентироваться по... Так, ну я что-то такое помню. По кривой ели, кажется. Да, вон та ель, я помню ее. Глупая дурацкая ель! Как же я рада тебя видеть! Поднажав вниз, ты поравнялась с елью и резко повернула. Ты обставила лавину на пути к обрыву. Ура! Вынырнув прямо из-под лапы лавины, ты понеслась к козырьку, который теперь стало видно. Впереди показался извилистый горб обрыва. Ты неслась вперед, пытаясь стряхнуть ликование, набросившееся на тебя слишком рано. Перед тобой ехало двое. Значит, кто-то остался сзади. Ты обернулась. В трех метрах позади Александр вдруг ругнулся и рухнул на бок. Твою мать! Лавина же! Вставай! Быстрым взглядом ты оценила обстановку. Снежная волна была уже совсем близко. Если я брошусь помогать, точно утоню вместе. Ну и плевать. Ты проявила милосердие. Доска тебе только мешала. Ты рыхнула на колени, отчаянно дергая застежки. Ну давай! Давай! Когда ты сумела освободиться и побежала вперед, снег уже начал проседать под твоими ногами. Руку! Быстро! Руку! Дернув скованными ногами, Александр рыкнул и схватил тебя за руку. Земля уходила вниз. Ты заскулила от напряжения и вдруг нащупала ногой твердый камень. Уперевшись с него, ты дернулась за всех сил, чуть не вывернув себе руку из сустава. Снег тащил вас вниз, с каждой секундой все настойчивее и злее. По твоим щекам покатились слезы. Боги, как же я устала от всего этого. А потом все закончилось. Кто-то схватил тебя сзади, потащил к обрыву. Твои отношения с друзьями улучшились. И вы вчетвером безобразной заснеженной кучей упали на край обрыва. Ты... ты в порядке? У него зуб на зуб не попадал, а ты неожиданно для себя прижалась лицом к его груди и разрыдалась. Я так испугалась. Он сначала растерялся, а потом изо всех сил сжал тебя в объятиях и прохрепел. Я тоже. Ты спасла меня, похоже. Спасибо, ты герой. Некоторое время вы лежали в повалку. Пока снег не начал сыпаться вам на головы. Да что такое опять? Лавина пошла с той стороны. Она не обрушит козырек? Понятия не имею, но давайте убираться отсюда. Схватив борды в руки, вы гуськом побежали вдоль обрыва, пригнувшись и прикрывая головы. Тво... Аккуратнее. Там со снегом падают камни. Прямо на твоей голову и зашуршало. Ко мне это плохие новости. Уворачивайся. Так, прыгнуть вперед? Ты прыгнула вперед, почти сбив с ног идущего впереди Сэма. Я каждый раз боюсь реакции от моего действия. Прости, камень. Он махнул рукой, в свою очередь уворачиваясь от снежно-каменного водопада. Там немного, метров двадцать еще. Ты стиснула зубы, упрямо шагая вперед. Агата, ложись! Как увернуться? Ложись! Лягу! Не рассуждая, ты рухнула на корточке, прикрывая голову руками. Крупный камень просвистел в десяти сантиметрах, едва разменувшись с краем обрыва. Черт! Это было так близко! Спасибо, Рэйчел! Сколько там осталось? Уже почти! Держитесь! Целый пласт снега вывернулся из-под твоих ног, превращая устойчивую тропу в зыбучий песок. Нет! Ты думала, что кричишь, но из горла вырывался только шепот. Отчаянно цепляясь пальцами за снег, ты заскользила вниз вдоль узкой каменной стены. Рэйчел, всхлипнув, покатилась рядом с тобой. Ты пролетела несколько метров, рухнула в мягкое и тут же погрузилась в снежный кипяток. Сознание с четкостью электронного механизма выдало тебе спокойную мысль. У тебя есть всего пара минут, пока не закончится воздух. И конец! Да, я чего-то такого и ожидала! Ух, так, как же теперь оценить эту главу? Она такая динамичная, очень эмоциональная, но связана с не очень приятными эмоциями. Я, наверное, не смогу пятерку поставить, но четверку вполне. Я, честно, я же сужу субъективно. Лично я не очень люблю вот подобные серии, когда мне надо очень много раз делать выборы, там, уворачиваться, лечь, прыгнуть. Я не люблю наблюдать, как моя героиня умирает. Что в этом приятного? Тут опять повернула не туда, хоп, труба тебе. Выполнять действия это прекрасно, но не в таком огромном количестве. Опять же, я повторю, что зачем брали Рэйчел с собой? Она, я вообще не знаю, стояла ли она когда-нибудь на борде или как. Я не уверена, что если она не стояла, то она так уверенно прям спускалась бы половина. Она бы там точно осталась под лавиной, это сто процентов. У меня просто такая мысль в голове. В данном случае ребята сами нарвались на неприятности. Они их сами нашли. Была лавина. Плюс они не сказали, кто из них а, ну вот Санька только хорошо владеет. И то, даже он умудрился завалиться на бок. А Рэйчел спокойно доехала. Но я вот этого немножко не поняла. А также хочу отдельно выразить благодарность тем, кто занимался визуализацией этого всего. Это настолько потрясающее. Ощущения были невероятны, как будто ты там находишься. Лавина прям на тебя сыпется. Снег на голову, эти камни на дороге. Ну, потрясающе. Наша Агата куда-то провалилась в всю гроб. Интересно, как же спасется наша Агата. И вообще, очень стало неприятно от слов Кейна, что Евы с Эли там не было на вышке. Неужели они как-то с этим связаны, с этим убийством? Не хотелось бы. Ну что ж, дождемся следующего обновления и будем знать уже больше информации. Друзья, плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok